О, как мне надоело быть смешным, Стоять на задних лапах перед петью, Хоть разу зубы стиснуть от души, Но не могу, и не знали есть и дети, В мозгу везли на нога, Но не здесь, здесь лишь одна, большая, как жираха, Он дрови со двух желтушевых лекунд, Сухую грязь на плотяного шкафа, О, Господи, уж челюсть устает, Хотя хаврился перед исцеплением, Шалхуня жратный, где он достает, Как стиснуть хочется, хотя бы на геногене. Предпоследние мысли дрессировщика. Его с утра никто не раздражал, Его кормили, сделали уборку, Ай, не язык, отчеркте что, Наш так, все щеки обдерешь об эту терку, Как и нечего юбка, Сыро и мягко, Заботы все остались за щеками, Жена, долги, Все где-то далеко, У вашего роду с квадратными глазами. Вот захочу и здесь останусь жить, И ты меня не вынешь, и сместковом дай! Левый клык придется подпелить, Вот только рашпиль принесу из дома. Истония дальше умалчивает о судьбе дрессировщика, льва. Я вот не так давно вспомнил, что когда работал в Вечерке в Казанске в 79 году, Приезжал дрессировщик Бирюков, как сейчас помню фамилия, Такой дрессировал у львов, и я пошел братью него интервью. «Будший цирковый гимнаст, здоровый черт!» Я говорю «Ну как это?» «Да вот там лев, сука, интересный зверь». Я говорю «Да ладно, у вас все там подставное, там клыки выбиты, пенопласт, все». Он так смотрел «Пошли!» Интервью закончилось. А он его брал на плечи, 250 килограммов лев весит, он держал. Мрачно смотрел в объектив. Фотоаппаратом. Вот.